СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Голова не клонится к нашему столу Итак, сегодняшнюю программу СОЮЗ НЕРУШИМЫ мы решили посвятить молодежи По большому счету Мы скучаем по этому времени Мы постоянно скучаем по этому времени По студенческим годам Я даже своим детям Когда они учились Я им говорил все время Наслаждайтесь этим временем Больше у вас такого времени Не будет И вот сейчас говорю я эти слова Глядя на нашего гостя Первого гостя Сейчас к нам идут еще двое Сегодня мы поговорим О студентах О студентах-азербайджанцах Которые живут и учатся В Кирове Приехали собственно К нам специально сюда получать образование Ну вот сейчас нам и расскажут Но пока что у нас здесь Один из них Понятно что это не немецкие студенты Сами понимаете Они вовремя прийти не могут Чтобы все к одному и тому времени Ну нет такой педантичности Гамит Мамедов Но Гамит он почти что как немец Студент Он пришел раньше всех И даже раньше чем мы И сел значит и уже готов был к передаче Гамит Мамедов Да да здравствуйте Здравствуй Гамит Студент Вятского государственного университета Да я являюсь студентом Вятского государственного университета На экономическом факультете И хотелось бы добавить Какая специальность будет У меня получат финансист Финансист Да да И хотелось бы сказать Что не люблю опаздывать Вот из-за этого я с вами здесь Не из-за этого А благодаря этому Благодаря этому Точность Вежливость королей А финансистов тем более Конечно У нас был на неделе Так уж я немножко отвлекусь Был такой интересный эфир Приходили ваши коллеги Студенты тоже нашего опорного университета Представительница Китая Представитель Сербии Ой Представитель Конго Конго Темнокожий парень Все они учатся здесь И изучают русский язык Только лишь вот еще 2-3 месяца Но уже неплохо шпарят по-русски Ну то есть Эти все три студента Они русский язык изучать приехали Да Или они учиться приехали Просто у них первый год Как бы русский язык Нет у них уже есть Образование в своей стране Бакалавриат Да Бакалавриат Да И они сюда приехали Учиться уже получать Магистратуру Магистрскую степень Очень интересный разговор состоялся И хотелось бы тоже О вашей жизни и учебе здесь поговорить Да Амида Вы Это самые Почему так хорошо по-русски говорить Просто суть в том Что я вырос в республике Коми Город Сыктывкар Родился там Вот А там тоже по-русски говорят Оказывается Оказывается Да Говорят по-русски И не только Я еще знаю Коми язык И приехал учиться в опорном университете Для меня это показалось Что это университет В котором я вижу себя И развиваться И учиться Амида Вы На Коми языке говорите? Да Могу пару словечек сказать Скажите Здравствуйте Владимиру А то я не понимаю Что вы говорите Поэтому говорите Владимиру Вича Олана Владимир Это получается Здравствуйте Здравствуйте Так вот я не знаю Мы ошибимся Сейчас или не ошибимся Все хорошо Все хорошо Рафшан Гулиев Да Вы Рафшан Да Тоже студент Вятского государственного университета И так Боюсь ошибиться в ударении Илькин 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 Сафарзаде Да 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 Ну вообще С большим удовольствием Мы вас здесь приветствуем Спасибо Дорогие наши Я особенно с большим удовольствием Своих земляков Ну что Продолжим наш разговор Да Мы вот только что С Гамидом Уточнили Что Гамид у нас говорит Значит На Коми языке Он только начал приветствовать Я так понимаю Володю На Коми Пожалуйста Еще раз Вича Олана Это получается Здравствуйте На Коми языке Вот И на протяжении 11 лет Я изучал Этому языку И не сказать бы Свободно Но разговаривать Достаточно неплохо Азербайджанский Азербайджанский У меня чисто идет Я знаю все слова Могу также вас поприветствовать А знание азербайджанского От родителей Ну да Дома В основном Разговариваем На азербайджанском языке Но на русском Тоже разговариваем Да Не Ну прекрасные владения Так само собой получается Что именно на азербайджанском Русский язык Сказать так Что Не совсем На азербайджанском Или на русском У нас частично слова Повторяются Могу на половину Азербайджанском На половину русском Разговаривать Ну это у нас Вообще-то Вот в Азербайджане В свое время Я до сих пор помню В Баку У нас даже Так модно было говорить У нас даже стихи смешные Сочиняли Например Вороны и лисицы Переводили на русский Один был Один был Один черный Гарга 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 пошел Пендер нашел Хотел съесть Тюлькё пришел Так что у нас Вот такие вещи были У меня кстати Давно вопрос был У Ази Сальевича Наши гости Что проще На азербайджанском Например Объяснить Рассказать Что проще На русском Там есть какие-то сложности Или вообще вопрос Так не стоит Ну Пусть ребята Все Все зависит от того Что хочется сказать Ну например Рассказать о каком-то Происшествии О происшествии Вот честно Мне легче на русском Рассказать Чем на азербайджанском Я некоторых слов Ну так На азербайджанском Не знаю Ну да Бывает такое Что Ну и просто Я вырос здесь Из-за этого Получается сложно На азербайджанском Все слова выговаривать И стараюсь Из-за этого По русски Начинать рассказ И по русски Заканчивать В общем Хамед гражданин России Нет Не совсем Я гражданин Азербайджана Ты гражданин Азербайджана Ну как же ты Родился Несмотря на то Сюда В Сыктывкаре Жил и учился Здесь Да да В Сыктывкаре Но гражданство У меня азербайджанское А родители Родители тоже Гражданина азербайджана Они в свое время В СССР Отказались от гражданства России Получается И остались Ну это было Право каждого Да 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 И Ну Очень хорошо Просто Ну приятно Вот слушать Как ты Хорошо говоришь По Русски И я бы сказал Что Очень-очень Со слабым Приятным акцентом Так сказать Но Но не занимаюсь Нет Вот Значит Илькин Подключайтесь К нашим Лучая Ревшан Тоже Значит Вы тоже Студенты Нашего Опорного Государственного Университета Да да Какой специальность Получается Какой специальность Государственное Муниципальное управление ГМУ Будущие Муниципальные служащие Государственные Ревшан История Европы И Северной Америки История Европы И Северной Америки Ясно А вы где Родились и выросли Я родился В Азербайджане Тоже в 2009 году Приехал в Россию Здесь Седьмой класс Приехал Начал учиться До 11 класса Отучился ЕГЭ сдал Поступил В Кирове В наш опорный вуз Сейчас Какой у вас уже курс Да Первый курс Первый У меня Алькстратура У меня второй курс Илькин второй курс Ревшан Первый курс Да И вы тоже гражданин Азербайджана Или России Да я тоже гражданин Азербайджана И ты Ревшан тоже Да Так а как вам удалось Как бы вы экзамен сдавали Или уже там особый порядок Для граждан Иностранных граждан Существует Для поступления Или вот по тому порядку Вы поступали Нет Так же сдавал Как обычные граждане России Тоже То есть сдавал экзамены Никаких уступков Не было Да Так Ревшан Я Отслужил Потом решил Отучиться Магистра Отслужили в армии Да в армии Потом Решил отучиться Магистра Потом приехал сюда В Москву сперва Потом оттуда Мне предлагали Чтобы приехать В Пиров А кто предлагал? Друзья Которые здесь живут И учатся Я не очень понял Ты уже бакалавриат Закончил Закончил То есть ты на первом На первом курсе Магистратуру А ты Илькин? Нет Я просто на втором курсе Ты на втором курсе Бакалавриата Понятно То есть Ревшан Он у нас уже Следующую ступень Он почти что Научную степень Уже получает Скажите Почему именно Это направление Истории Знаете Близко Интересует Потому что Видите У него глаза Загорели У меня в дипломе Написано Учитель истории Я закончил Бакалавриат Политологию Политологию Да Поэтому самое близкое Это направление Было Это История Европы Исторический факультет Поэтому Я взял Выбрал В душе Кем вы сейчас Себя ощущаете Азербайджанцами Кировчанами Кировскими Азербайджанцами Вятскими Там Гамит Может быть Как-то Коми Себя больше Привязывает Раз Взрослел Мне кажется Одна четвертая часть Я комяк Наполовину Азербайджанец А вот эти 25% Я ветчанин Понятно Одна четвертая Ветчанин Одна четвертая Коми Ну тоже понятно 50% Азербайджанцами Понятно Вот женится На какой-нибудь Красивой девушке С какой-нибудь Национальности И сразу Все поделится По 20% Ну это уже Придется Придется Другой Соотношение Сразу Появится Рафшан Такой образовательный Направляют Как бы из Азербайджана Сюда прямо Учиться Ну в разные города Но и сюда Тоже направляют А вы вот Сами Самостоятельно Выбрали У меня как бы Друзья Как бы в Кирове Жили Они предложили Приехать сюда Вот Я и приехал Поступил Ну Оправдались Надежды ваши И ожидания Ну пока Да Государственное Муниципальное управление Да Экономика Финансы Есть такое Серьезная Все профессия История Северной Европы Нет Европа И Северная Америка Европа И Северная Америка Европа И Северная Америка То есть Цивилизованных Стран А на каких Вы языках Вообще Говорите Ну кроме Азербайджанского И русского И Коми я наверное думаю каждый азербайджане знают еще турецкий язык ну каждый рассчитает что он знает считает что он знает которые откуда как каждый русский считает что он понимает украинский каждый дь balancing то что он понимаем турец родственные лизоти мы được родственные языки хотя любите и сказать что часто сталкивался когда азербайджан считают что он говорит по-турецки и понимает не понимал и не говорил по-турецки почему-то заблуждение да 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 так же как и русский по украински он может не понимать и не говорить на украинском языке что значит говоришь по-турецки а то я хотел с тобой пару слов сразу ну а на каких еще языках вы же там научите еще в университете или чего-то учили дома там вот например бакалавриате я изучал английской просто же два года я не пользовался это языком же я забыл как же ты же политолог рафшан ты должен я знаю на английском на китайском на арабском на украинском когда надо на украинском даже если не говоришь рафшан вы служили в вооруженных силах азербайджана да да в азербайджане а год год до вуза или до вуза до вуза а потом уже поступил как только же отслужил приехал сюда какой вуз ты поступил в азербайджане какой заканчивал западный университет там называется западный университет западный это где в баку непосредственно дам баку ну и вот сейчас как-то отличие по обучению в азербайджанском вузе здесь в нашем вузе чувствуется какие-то да система совсем на система разная но можно поподробнее рассказать но мы знаем в принципе как у нас здесь дела обстоят лекции семинары и так далее как в азербайджанской ну самый главный узелече в чем-то ну скажем так совсем разные потому что там у нас система со всем баллоне там который европе ну баллонской мы тоже баллонской идем да или уже пришли не знают где-то уже внедрились но у нас совсем по-другому у нас семинары лекции совсем по другому ну когда это все присутствует но не выстроены по другому методика все есть да это все есть но все есть иначе построены там скажем так немножко там строго строже на больше спрашивается студента и приехав сюда как-то все лафа можно расслабиться или нет 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 или просто нужно перестраивается на другу перестраивается и то есть что больше самостоятельно больше больше здесь можем остается ну и ты это хорошо ты сейчас занимаешься не только наверно изучением предметов и сдачи там экзаменов но наверно еще научной работы занимаешься да да конечно да как тему твоя научная тема вы пока что не выбрал то есть ты занимаешься но не выбрал да нет другими темами занимаюсь понятно ну просто где взять в кирове материалы по европе и северной америки не ну понятно что наверно проедет в интернете да поедет в герцоге пей меня нету в кирове есть конечно люди серьезно подкованные в той же америке знаю у нас вечера у нас ведь этот по моему специалист был но доктор наук юнг блюд он был с варен теодорович да да он и остается специалист по солистика не с ним работаете не узнаете я знаю так как являюсь студентом от гг бывшего на и сейчас у нас запорный университет вот и я был в студенческом совете университета и очень так тесно тесно общались с ним по поводу всех мероприятий и так далее ну вот сандрюша берешь значит амида идешь знакомишься с теодорычем валерий теодорчим он действительно сильный американист ты становишься отличным политологом как бы историком по-американскому видишь как вот и мы тебе последствия звоним от из эфиров и просим прокомментировать что сейчас происходит в америке так что телефон оставишь теперь будь готов любое время по америке тебе будут звонить называть или кин что самым было трудным в освоении в привыкании жизни в кирове к в кирове были какие-то прям вот себя приходилось переламывать ну как-то вот но я дам его больше никого не было то есть никого не знал друзей новых находить было сложнее ну а ты до 7 до класса где учился в яранске вера седьмого учился в яранске до до одиннадцатого класса учился вера поэтому постепенно из азербайджана то есть у нас получается гамит говорит на коме ильхин наверно на марии языке тоже родственные языки ну трудно было найти друзей не знание сам город не знал про сам процесс обучения не сказал бы слишком сложно было все равно преподаватели на уступки делали здесь тогда хуже было с русским языком когда приехали мне когда приехал седьмой класс да вообще русский язык можно сказать что не знал вот и на каком языке куча это учение как открыли за такой короткий период хорошо говоришь слушай да я как бы сам шоке вообще молодец молодец приходилось усиленно заниматься русскими за да хотел преподавателю то есть она дополнительные школы до данные занятия ходил и к русскому языку учился ну вот этого преподавателя у которого ты учился надо рекомендовать как бы людям раз человек сумел помочь тебе таким образом выучить великий могучий русский язык вот так что я думаю что ты ты можешь сейчас поблагодарить преподавателя за то что так сказать так хорошо тебя ну да а что там в итоге в эти стать по русскому языку какая оценка в школьном эти стать пятерка но сейчас не скажешь да потому хорошо а почему ты выбрал муниципальное государственное управление вот потому что у нас у разных людей разные подходы я вообще считаю что этой специальностью надо заниматься после того как ты сначала получил настоящую мужскую специальность а потом дополнительно а настоящая мужская специальность это что ну строитель инженер инженер историк ну чтобы не обидеть историков финансист почему кому да ну когда сначала приехал поступил на информационные технологии отучился сентябрь октябрь месяц понял что это не мое программирование потом перешел как бы то есть не математический склад ума до алгоритмизация тебе недоступна государственное муниципальное управление считаю что самое то но почти почти или и возьму возможно еще какие-то переходы будут мне переходы думаю что они будут больше нужно плотно и серьезно этим уже заниматься до 2 курс 2 2 что посещаете в городе что вас интересует насколько активно общаетесь между собой как вообще друзей даже в итоге как ты вообще с камином сошелся вот он так смотрит на тебя очень строго с гамидом мы сейчас видимся почти каждый день в одни в одних аудиториях сидите на одних преподавателей слушать не совсем это неформальное общение ежели у вас организация какая-то вы на гамиде кстати футболка с айволги и волги до 2017 были участником активно освещали это мероприятие туда был участниками инструктором в самаре это проходило получается я уже третий год туда езжу два года просто участником был а потом решил попробовать что-то новое и инструктором полуорганизатором таким вот достаточно как там называется конвейер идеи или фабрика где там был конвейер проект да конвейер проект да но это через это тоже проходил к сожалению я на федеральный этап не прошел но достаточно много узнал что к чему и как надо проект описать и как-то раз выигрывал даже проект когда учился пиадском государством гуманитарном университете вот и до сих пор это мероприятие проходит уже в опорном университете вот получил очень много от университета вот лично студенческий совет дал очень много знаний друзей опыта в общении и не просто опыта это просто я не знаю с обычными словами это не объяснить это ощущение вот нравится мне киров нравится нравится девочки слушайте киров ему нравится и мальчики тоже да вы живя в кирове участие как азербайджанские традиции азербайджанская кухня то же самое вот вы остаетесь какой-то в своей родной среде среде родины либо как-то вот уже можно говорить что вы так растворились в общем асяки ровчан у нас здесь очень по-другому много национальности какое блюдо азербайджанское больше всего нравится ну конечно же когда живешь далеко от родителей больше всего нравится бузбаш азербайджанский фастфуд какой-то в азербайджане вообще нету фастфуда ни в каком виде ни в каком виде если ты хочешь покушать ты должен культурно сесть и культурно поесть вкусную еду какой фастфуд правильно да конечно фастфуд для азербайджана это чай 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 налил чай выпил с сахаром и как бы я без ничего только сахар не но бывают сладости это уже когда те чайный достархан до накрывают а вот это блюдо который гаммите на озвучил бузбаш это ну если по-русски можно сказать что этот суп суп но суп с большой фрикаделькой с крупным горохом нутом и с такими крупными кусочками картошки а внутри этой фрикадельки еще вкусный сочный сочная вкусно сушеная слива должна присутствовать она пропитывает она пропитывает чтобы это мясо потом очень хорошо перерабатывалась в желудке то есть это немножко дает кислоту и все идет при этом все говорят жирно жира но учитывая вот этот вот кислый как бы компонент все проходит очень хорошо человек становится и сытым и довольным и счастливым главное готовым танцевать ну и к тому же это суп то есть он горячий суп да конечно еще и согревающий еще если его дают вкусным только что из печки лавашем азербайджанским лавашем или азербайджанским чуреком да вот слушайте может куда-нибудь покушать пойдем сами заведение тоже азербайджанское заведение и очень достаточно вкусно все готовить готовят но за рекламу мне не платили за это я не буду говорить а еще какие вот особенности илькин а может еще и кин скажешь какой у него любимый долма долма особенно азербайджанская долма виноградных у нас кстати была вы здесь на столе да мы да так что ушел значит у нас еще будут передачи к новому году вы можете принести сюда свои любимые блюда евреи форшмак у нас да 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 все приносят сюда чего-нибудь как ты относишься к долме насчет которые там еще дополнить из трех овощей знаешь там по дам джан истет помидор долмасы но больше все нравится из виноградных есть мне кажется положительно относится к этому да судя по его глазам точно положительно относится рафшан раз уж продолжать нашу гастрономическую тему мне тоже дома нравится но боже домами нравится плов азербайджанский плов вах слушать ну все да но удается иногда самому-то приготовить не удается потому что я не умею готовить а вообще азербайджанский мужчина он должен обязательно уметь готовить азербайджанский мужчина должен уметь кебаб приготовить берет режет барана свежий сразу мясо нанизывает на шампура так нет ребята да и жарить на огне и все и никаких проблем нет там ливер берет сразу можно ливер сразу можно поджарить там с луком без лука горяченький сразу свеженький скушать там а потом киабаб самое то получается отлично а вам валуди какое азербайджанское блюдо нравится вы тут много братья продал мута я поддержу все-таки до до долма ну а просто не пробовали не пробовал нет нет не пробовал точно да и так о жизни учебе в кирове азербайджанских студентов мы сегодня говорим в программе союз нерушимый сейчас небольшая реклама и мы продолжим союз нерушимый ну что володя давайте еще раз представим наши гостей это снова наш союз нерушимый да и владимир сметанин и адис агаев и гости наши мои земляки с удовольствием представляю их гамит мамедов ровшан гулиев и ильхин сафарзады все они учатся в ветском государственном университете в нашем опорном вузе вот сейчас я спрашивала а насколько много вообще студентов на из баку в том числе приехала за за что много не достаточно много студентов даже ну человек 30 40 мне кажется уже присутствует в упорном университете кого больше мальчиков девочек но все-таки мне кажется мальчиков но возможно даже девочек просто мы их не знаю а как а то что от скромности или чего от скромности просто зная то как относятся к женщинам когда как должны относиться эти правила в том числе ислама они как-то девочки из азербайджана должны быть под особым контролем ну ну нет должны быть под вашей протекцией под вашей протекцией вот так наверное надо сказать что контроль контроль нет когда парня видишь азербайджанцы ты смело можешь подойти поздороваться поговорить а когда девочка смело не можешь подойти она тебя убьет что ли сразу как бы не убьет но это мне кажется неправильно ну подходишь говоришь салам алейкум эль газы не джи сайна что тут что за но это я говорю что здравствуй землячка как у тебя дела мне кажется я наверное стесняюсь этого больше придется мне открыть школу для азербайджанских мальчиков наводить мосты но чтобы они не стеснялись и понятно что наверное какими-то там руководствуясь какими-то нормами которые вам это больше не то что стесняюсь то что неправильно мне кажется мало ли что подумать другие с какой целью я к ней подошел просто поздороваться поговорить или какие-то у меня другие намерения ну вот сейчас некоторые слушают тебя и думают там хамид там пиарится ты ждешь когда сами познакомиться ну вот видите и хамида тоже заделывать цивилизации он сам уже не может это сделать а мнение в коренных кировчанках наших девушках мнение до мнению внешность то как она разговаривает то как она общается от тебя зачем это интересует представители выходцы из другой культуры мнение русских девушках да достаточно положительное вот у меня очень много друзей то что я активную образ студента вел как-то так и и очень часто общаюсь видимся и даже не то что в университете отдельно от университета ходим вот дворец молодежи возьмем допустим тот же дворец молодежи очень много мероприятий проходит очень много форумов проходит где можно просто поучаствовать как-то проявить себя и развиваться конечно вот так как здесь девушки девушки они со мной рядом соматом себя проявляет развивается вместе с девушками вообще для азербайджанского парня приемлемо завести девушку ну просто вот что значит такое слово завести девушку как завести собачку ну простите терминологии но но вот и поддерживать близкие теплые отношения так скажем вот дружеские 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 конечно приемлемо приемлемо а больше чем дружеские не 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 находясь находясь не в браке он не признается нельзя ни в коем случае так а теперь закрыли микрофон и он тебе по честному все скажет все таки можно вопрос еще задавал в перерыве мечеть посещается на дагомит уже частично ответил да да мечеть стараемся посещать достаточно часто но это не совсем получается с учебой очень много работ надо делать доклады реферата и но пятница в любом случае особый день до пятницу обязательно присутствовать вот и еще успеваю работать и не совсем получается каждый день ходить но стараюсь посещать мечеть а ты на каком курсе я на четвертом курсе четвертом бакалавриата заканчиваешь в этом году бакалавриат ну да стараюсь старой ты нам сообщи мы на защиту придем тебя покритиковать рабжан лома илькин вы тоже в мечети бываете все таки считаете это долгом для себя здесь ну я как бы считаю долгом но также скажу что не часто получается это делать посещать для мусульманина это плохо азисалевич пояснить не удается виду графика своего у нас запрещается как бы я воздержусь всем дает оценку всевышний поэтому лучше воздержаться и от проклятия или от осуждения в данном случае потому что мы же не знаем всех обстоятельств их жизни и в этой ситуации лишнее неправильное слово зачем мне минус перед аллахом зарабатывать я лучше предоставлю это им самим оценить поэтому что пожелать им чтобы у них было больше времени для того чтобы отдавать долг всевышнему а я хотел спросить еще оси и семьях есть братья и сестры у вас да у меня есть сестра и здесь тоже да ну как бы она сейчас с иранские с родителями а учиться в школе она отучилась уже здесь от ну школу закончила в кирове здесь отучилась школу закончила колледж закончила по какой специальности дизайнер дизайнер и работает иранский или помогает маме пока что не работает пока понятно девушка на выданье это бы сейчас кому про себя подумал ну колледж закончила не замужем она нет нет ну иншаллах все будет мы тут как я как сказать иду по стопам по стопам брата старшего брата он также вырос в сахтовкаре отучился в вятском государственном гуманитарном университете и уехал на родину служить и служить в азербайджан да да и у меня остается то же самое отучиться и уехать служить а то есть отсрочка от армии закончилась и надо возвращать об этом речь идет как гражданину азербайджаном нужно вернуться и получил и уехал служить долг вернуться на дальнейшем это планы куда в коме вернуться не даже все-таки вернуться в киров киров да да и но мужской поступок что я могу сказать поддержать надо как бы такой спасибо дай бог вам здоровья и крепкого и выдержки вообще ну тебя у меня как сын я единственный но кроме меня есть две сестры которые они уже замужем в азербайджане живут у них все в порядке можно не тревожить не просто чё спрашивают плов то мы с тобой где кушать будем его мама и две сестры кто нам плов то позвонить ревшан хочется плова поесть тебе не хочется было поесть сразу надо все уточнить все узнать или будешь ехать там ешкаралу мимо на бьеранский остановишься на мы зайдешь и зайдешь дому поешь да еще вопрос хочется задать мы часто говорим о праздниках национальных да в нашей студии в союзе нерушимом наврус говорили до курбан-байрана дать его для вас это большое значение вот эти праздники которые традиционно в азербайджане отмечаются отмечаем каждый год в кирове в кирове это не имеет место быть парад дружбы народов участвовали да конечно я даже продавал шашуги большое участие продавал и готовил при при этом еще готовил это спрашивал чего азербайджанский мужчина вот он там барана порезал сразу вот наверно в этом году наверно будете но в следующем тоже конечно будем сейчас как наврус проводить и как собираете вот опять опять задам опять про девушек вопроса нам но наврус то ведь у нас все вместе проводят что собираетесь отдельно мальчиками наврус проводить от меня девочка праздник наврус это для меня в первую очередь это я вижу семью я еду в сактовкар где родители и и получается мы не только одной семьей неделю там что ли остаешься не неделю два дня то точно окей так наврус то у нас праздник неделю длится даже мне кажется больше когда до навруса получается через костер но понятно то есть начинается до навру за за три недели от чаще массе с учащим гостей воздух там ну и тогда понятно но хорошо домой то понятно это поехал отметил а здесь здесь неужели со студентами не собираетесь азербайджанцами и не приглашаете своих друзей на этот праздник не показывает им что такое наврус тем более что наврус и таджики здесь очень прекрасно отмечают и узбеки узбеки но по какие красивые таджикские девушки тут бывают мне кажется они мне напишут все таки наврус проводить не все а там уже жди писем или ты же или они будут ждать наверное у каждого человека когда он живет там вне своей родины возникают определенные моменты ностальгии ну как-то вот скучаешь по исторической родине для вас это свойственно и где вот для вас есть некая вот подпитка то есть силы которые вот азербайджанская земля именно дает да конечно сложный вопрос задаю навчаем да конечно да уже но опять же это наверное компенсируется в общении с земляками да между собой если тяжело на душе не настолько если тяжело на душе сходи поговорить ну ну на самом деле вопрос интересно да вот ну появляется что-то там щемящее это вдруг там ну там услышишь там звуки музыки там какой-нибудь там сарге алин или там песню там и и что-то так защемил грустно становится защемляет и и и что делаешь берешь трубку звонишь другу или или что горит зайди чаю попьем да там в интернет пошел смотреть и не виды баку каспийского моря ну как у вас там дела а сам тут слезы льешь или чего ну нет не знаю так родственникам позвонишь поговоришь хоть но так и хочется скучаешь по родине хочется уехать ну конечно же стараемся каждый год ездить туда летом когда есть время от учебы от работы посещаем эмоции так сказать копишь 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 потом поле ходишь там раскидал разорвал нам и все а летом жара в боку ну там только в августе плохо пробегать в гору надо рапшан у вас какие не знаю есть скажу способы так сказать ну как тут себя вдохновить чтобы приободрить скажем так мне не очень скучно здесь не очень да потому что я каждый день часто разговаривали с друзьями с родителями вот кто мне близко с теми человеком я разговариваю часто общаюсь поэтому мне не очень скучно иногда бывают такие чувства когда слушаешь азербайджанской музыка да бывает скучно хочешь друзьями увидеться родителям увидеться там еще иными людьям увидеться но получается так не часто достается минута да вот и хотел спросить про музыкальные инструменты вы играете на чем-нибудь на каких-нибудь нет я не нет поете не поем играть ой ты сказал что ты поешь ну ладно диму билана можешь спеть давай дима билана но нету считается например там ребят с кавказа спортсмены до спортом занимаешься гордом там да никаким спортом я занимался 7 лет рукопашным боем в сахтовкаре и боксом тогда не пой ладно мне не буду решать правшан как со спортом спортом и занимаюсь я раньше занимался два года просто два года там уже оставил после последний курс был диплом на работа и так далее по спорту и на просто нет я бой без правилам занимался но а здесь уже хожу просто стернажерный зал железо что называется железо я когда в баку жил еще боксом занимался отлично вот я не знаю илькин он выглядит так он походит на на мой взгляд но на какого-то очень творческого человека он должен каким-то творчеством заниматься еще фамилия такая да не уже неужели творчество в жизни не присутствует никакой стихи пишите музыку сочиняете что-то играете не пробовал не пробовал к азербайджанским танцам относится не очень-то хорошо танцую но хотел бы слушайте но вот смотрите вы молодые красивые вы кавказские танцы должны уметь танцевать потому что с кавказским хорошим танцам поставлены вы привлечете кого хотите к себе но я не называю конкретно а у нас тут были наши друзья которые с нами тоже право и у нас в городе есть школа визгинки и кавказских танцев азербайджанских танцев в том числе и там чемпион европы по танцам тренер нормально отличный человек вот прямо зайдите это самое в интернет там заводишь школа лизгинки в кирове недорого и найдете два раза там три раза в неделю по часу времени зато вы будете просто джигитами но я умею танцевать лизгинку не надо только лизгинку не не только резинга и национальный танц тоже не значит надо показывать увы честно вот не сможем посмотреть к сожалению как раз камера пишет а сейчас мы будем завершать попрощаемся и рафшан встанет и что-нибудь по такое сделает на этом завершается программа союз нерушимой времени у нас больше нет сожалению спасибо нашим гостям поговорили а азербайджанских студентов о их жизни учебе в нашем городе еще раз всего хорошего удачи до свидания союз нерушимый